Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать пьесу Александра Володина «Старшая сестра», смотрите это видео и будете знать об отношениях двух сестёр столько же, сколько и человек, который прочитал эту пьесу. Написал её Володин в середине 20 века. События происходят в тот же период. Итак, Ленинград – комната, в которой живут две сестры. Лида учится в девятом классе и Надя работает на стройке и учится в строительном техникуме. Они остались без родителей. Росли в детдоме, откуда их после долгих поисков забрал к себе дядя. Лида делает уроки. К ней приходит парень Кирилл. Надя ему – сядь в углу и не мешай. Пусть Лида работает. Конечно, Кирилл молча не мог усидеть. Болтал всё время. Приходит домой дядя Митя. Немного поспорил с Кириллом о современном видении мира. После чего Кирилл ушёл. Через некоторое время звонок в дверь. Пришёл Огородников. Надин – коллега по работе. Меня сегодня в партийный комитет вызывали из-за того, что я вас, Надя, домогаюсь. Зачем вы такое говорите? Я ведь женат. Когда я вас приглашал в Таллин? Куда я вас возил на машине? В какие я вас водил рестораны? Да я пошутила с подружками. Я не знала, что ваша жена узнает об этом. «Дядя, ты что, наврала? Взяла и человека опорочила? Зачем?» Огородников звонит жене и даёт трубку Наде. А теперь объясните ей всё. Надя позвонила. Разговор был коротким. После него Огородников, не прощаясь, ушёл домой. Дядя всё ещё не понимал причины поступка Нади. А что тут понимать? Нравится Огородников Наде. Вот и всё. Уходит. «Давай порепетируем твой экзамен», – обращается Надя к Лиде. Лида хочет поступать в театральный. Готовила отрывок из романа «Война и мир». Прочитала она его, а потом «У меня ничего не получится». Следующая сцена – экзамен по актёрскому мастерству. Перед Лидой парень читал монолог Чацкого. Это из Грибоедова «Горе от ума». Не взяли. Лида прочитала сначала стих, а перед чтением отрывка из «Война и мир» куда-то исчезла. На сцене появляется Надя. Моя сестра волнуется. Режиссёр Кузькин из комиссии. «А я вас знаю. Вы в актёрскую студию ходили. У вас есть три минуты». «Так я ж не это. Я с сестрой пришла». «Три минуты или валите». «Так я же ничего не помню. Ладно-ладно». Отрывок из статьи Белинского о театре. «Любите ли вы театр так, как я его люблю?» и т.д. «Председатель комиссии. Сколько лет?» «26. Закончите – будет за 30. «Так я ж не поступать. Сестру возьмите. Она талантливая». Пришли домой. Рассказали дяде. Лиду не взяли, Надю взяли. «Прикольно», – сказал дядя. Он скептично отнёсся к желанию Нади учиться в театральном и забросить техникум. Думал, что в 30 лет у неё не будет шансов стать актрисой. Лида поддерживала сестру. «Может, я не прав?» «Ты прав, дядя. Прав», – сказала Надя. Проходит два года. Та же комната, те же девчонки. Лида учится в институте. Надя уже техник-строитель. Крутится перед зеркалом. Прихорашивается. Ожидает дома гостя. «Сейчас не так просто выйти замуж», – говорит она сестре. «Если девушка неэффектная, нестильная, на неё внимания никто не обратит». Лида больна. Лежит в постели. Вместе с Кириллом и друзьями она ходила в поход через лес, через тундру. Вернулась больной. Приходит Кирилл. Надя ему. «У тебя мозги есть? Куда людей повёл? А чё? Романтика? Победа над силами природы. Я никого не заставлял идти дальше». Появляется дядя. Просит Кирилла уйти из его дома и не приближаться к Лиде. «Не вопрос. Больше никогда к ней не подойду». И ушёл. Лида в слёзы. Звонок в дверь. Приходит какой-то Владимир. Знакомиться с Надей. Какой-то странный способ знакомства. Это его дядя пригласил, чтобы попробовать свести его вместе с племянницей. «Ну… Расскажите о себе». «Да нечего рассказывать. Живу, работаю. В общем, очень интересный молодой человек». Дядя включил музыку, чтобы Владимир пригласил Надю на танец. Те танцуют. Лида смотрит на это и офигевает. Снова сели. «А кем вы работаете? Инженером под началом вашего дяди. А сколько зарабатываете?» Владимир покраснел. «150». «Живёте с папой и мамой? Да, но у меня отдельная комната. А я 80 рублей получаю. Да мне всё равно, сколько вы получаете. Не в этом дело». «Посидели ещё немного. Поговорили ни о чём. Наде надоело. Ну всё. Идите. Неужели вы сами не можете найти себе девушку? Знакомитесь каким-то диким способом». Владимир ушёл. Прошло ещё два года. Та же комната. Лида чертит. Надя читает Робинзона Крузо. Дядя ничего не делает. Закончив чертить, Лида говорит, что пойдёт с Кириллом и его женой куда-то погулять. Звонок в дверь. Заходит Кирилл. «Дядя, проходи. Почему без жены? Когда её нам покажешь?» «Да никогда. Не любит он жену. Лидку любит. И она его. Встречаются, как шпионы». Надя ушла к подружкам. Сидят, бухают, вспоминают студенческие годы, работу. А Городникова вспомнила. «Я же ради сестры жила. Ради неё от всего отказалась. А теперь она выросла. Завела роман с женатым. Ведь я чуть артисткой не стала. И сама от всего отказалась. Ради чего? А может прийти к ним и сказать – помните меня, возьмите меня в театр. На любые роли». Прошло ещё несколько месяцев. Надя играет мелкие роли. Та же комната. Лида где-то с Кириллом. Звонок в дверь. Заходит Шура – жена Кирилла. Познакомилась с Надей. Мило, весело пообщались. Надя ей говорит, что её Кирилл к Лиде часто ходит. «Я знаю», – отвечает Шура. «Что ж поделаешь». Заходит Лида с Кириллом. Шура идёт домой. Говорит, чтобы Кирилл оставался сколько захочет. Охренеть отношения. Шура ушла. Надя говорит Кириллу, чтобы шёл за ней. Тот уходит. Больше, чтобы не встречалась с ним. «Он не ей изменил. Он мне изменил. А теперь он ко мне вернулся. Это вы прогнали Кирилла. Мне не нужно было тогда вас слушать. Я должна была догнать его на лестнице и притащить обратно. Ты думаешь, как дядя, с дравым смыслом. Но мне это не принесло счастья. Может, тебе принесло? Мелкие роли. Ты к этому стремилась?» Конечно же, после такого Надя зарядила Лиде. Лида отошла, села и заплакала. Надя осталась стоять. «Я виновата. Встречайся с ним. Живи, как хочешь». Прошло ещё время. Сёстры помирились. Шура ушла от Кирилла. Теперь они с Лидой спокойно могли быть вместе. Надя стала понимать, что жизнь проходит. Мимо. Пришёл Владимир Казанова. Сказал, что в прошлый раз вёл себя как чмо. На этот раз Надя попросила его остаться. А потом и сказала, чтобы он завтра приходил. Пришла Лида. Сказала, что она впервые была у Кирилла дома. Побыв с ним, поняла, что он нуждается в Шуре. Хоть и сам этого ещё не осознаёт. «Я больше к нему не пойду. Пускай едет за женой и привозит её обратно». Дядя охренел. «Ничего не понимаю. Вы же добились своего. Она уехала. А теперь ты бросаешь Кирилла». «Не понимаю». Надя. «Дядя, Лида сама разберётся. Мы не будем жить по-вашему». «Дуры», – сказал дядя. «Дуры», – согласилась Надя. «А ты, Лида, молодец. Уважуха». «Всё». «Всё». «Я не могу написать тебя через месяц». Продолжение следует...